вступительную можно сказать краткую речь я главным образом буду выступать можно сказать от лица александра попова как раз он занимается проточной цитометрии но я тоже собственно занимался этой работой и я тоже с ней немножко как бы но тоже знакома получается и но снова наверное не надо повторяется почему так важно определять заболевание костного мозга как это важно для клинической оценки пациентов с нейробластома и существуют различные способы как можно определить заболевание поражение костного мозга и в метод который используется это обычная цитоморфология но она имеет конечно небольшую аналитическую чувствительность ограничено достаточно что заставляет нас искать другие методы и технологии более чувствительные чтобы определить вовлеченность костного мозга есть более чувствительные конечно же технологии моноцитологии молекулярные изучения органка днк и конечно же проточная цитометрия не проточная цитометрия может не очень популярна техника по нейробластомы по мониторинге и отслеживанию у пациентов с нейробластомой были публикации на эту тему но когда молекулярные технологии используются научные технологии сообщества они стали использовать очень высокочувствительные но заболевание специфические молекулярные техники и как-то немножко подзабыли про точную цитометрию и вот мы выбираем панель антител для синхронизации с опухолевыми клетками в костном мозге и чувствительность проточной цимметрии тут не так высока как чувствительность молекулярных технологий составляет только где-то где-то 0,01 основуясь на литературе на наших данных достаточно хорошей корреляции между иммуноцитологией и данной процент pcr но не на стопроцентное и я покажу вам тоже эти результаты и собственно говоря она дешевле чем молекулярная технология попроще немножко и предыдущие исследования демонстрируют что тут хорошая прогностическая ценность для диагностирования заболевания у пациентов с четвертой стадии но менее чувствительно по сравнению с молекулярной технологией наверное даже с моноцитологии но одно один из недостатков что она не специфичная к заболеванию этой техника мы видим fox 2b экспрессию в костном мозге пациентов с тем или иным видом рака и мы можем быть почти уверены что это опухоль именно нейробластома но вот такой иммунный фенотип например не специфичен именно для нейробластома и иногда нелегко определить по cd-45 отрицательным клеткам от клеточного дебриса но и смотрим также на анализ а днк иногда опухолевые клетки показа снижение регуляции экспрессии антигенов вот почему мы также можем сфокусироваться на молекулярных технологиях тут когда разница в экспрессиях не так велика если говорить об этом исследовании это ретроспективное когорное исследование включал 51 пациента которых лечили в екатеринбурге в педиатрическом онкологическом центре тут распределение по состоянию по статусу но раз показано на этом слайде и каждому четвертую из пациентов уже обралась в разных центрах из разных мест пункция костного мозга но по некоторым пациентам у нас только один образец имелся первоначально образцы костного мозга используя изучая используем обычные цитологии потом применяется стали применять проточную цитометрию собственно по тем же самым образцам мы анализировали на фокс 2b и это экспрессии и пациенты у которых были считались положительными если была пункция костного мозга взята с одного места хотя бы и это примеры отрицательных образцов отрицательных по костному мозгу и или там минимальный уровень остаточного заболевания или образцы с высоким остатой уровень остаточного заболевания по cd-56 высокая положительность отрицательная по cd-45 положительные по cd-81 и 2 таким образом все эти пациенты которые чили их наблюдали в соответствии с немецким протоколом nb 2004 года gpu их и основе разных группах мы показывали среднее время наблюдения достигал 6 лишним лес и мы рассчитывали на бессобетийная выживаемость и кумулятивные события отрицательные нежелательные события почти по в половине нашей когорты проточная цитометрия выявила а вовлечение костного мозга и только в 13 из всего количества их пациентов заболевания и метастазы костного мозга были выявлены обычной цитоморфологии но опять потому что разная аналитическая чувствительность этих разных методов технических есть разница в уровнях выживаемости которые представлены на этом и на последующих слайдах и здесь а вы видите бессобетийная выживаемость и также кумулятивные рецидивирующие события у пациентов у которых выявлено заболевание костного мозга основываясь на проточной цитометрии и те у которых на первичном время первичной позвонки диагноза было чистую костный мозг а мы видим распределение пациентов пациентов с единичные копии микона дальше мы судим пациентов без повреждений костного мозга который мы отследили с помощью наших методов интересно достаточно и очень полезная кстати информация то что вот эти пациенты которые был поставлен диагноз со стадии от 1 до от 1 до 3 в соответствии с критериями стадирования опухоли и стратификациями среди этих пациентов вот те у которых был лично костный мозг и числу проточную центрометрию мы это увидели они продемонстрировали более высокий уровень рецидивов и нежелательных событий то же самое оказалось пациентов четвертой стадии но были некоторые несостыковки и разин различие в уровнях выживаемости которые были наблюдаема в группе пациентов высокого риска и также пациентах промежуток среднего и низкого риска дальше мы провели мультивариантный анализ чтобы выявить наиболее релевантные отрицательные неблагоприятные прогностические факторы прежде всего здесь такие коварианты как костная мозг мы определяем это с помощью проточной цитометрии дальше проводить стадирование возраст постановки дига диагноза и амплификации мекена это продемонстрировала как раз независимые прогностические факторы потому что стадии а возраст и статус мекен является критерием обычной системы классификации мы создали вторую модель где мы могли определиться и сравнить положительность костного мозга используя также метод проточной цитометрии и мы смотрели на эту группу и вот этот возраст в этой группе это выше чем в группе с промежуточным низким риском а здесь мы используем флот проточную цитометрию смотрели на пациентов выявленных с положительными результатами по костному мозгу собственно говоря прогностическая ценность этого достаточно высока и мы также изучали образцы параллельно с всей этой панелью маркеров экспрессии до этого уже было показано что вот а положительность костного мозга на момент когда мы завершаем диагностику для функции тгс экспрессию коррелируется с благоприятным исходом здесь интересно то что не было вот стопроцентного согласования между молекулярными данными экспрессии фокста бей это генов и цифра и проточной цитометрии и с обеих сторон боевые некоторые разногласия по вот проточная графе выявил некоторые отрицательные а пациенты и наоборот то есть была несостыковка данных мы смотрели на эти когорты по отдельности также когда смотрели на экспрессии пишу x2b и бм смотрели на молекулярно положительные молекулярно отрицательных пациентов проточная цитометрия здесь позволяет нам получить хорошие результаты в этих разницах по поводу бессобытийной выживаемости и общего кумулятивного уровня рецидивов большое спасибо всем кто со мной работу спасибо вам за внимание если будут вопросы с удовольствием на них отвечу или продолжим вообще общее обсуждение у меня вопросы для александра и может у коллег тоже будут коллеги первый вопрос вашей модели но у нас тоже есть опыт работы с проточной цитометрии мы хотели создать подобные модели но мы не включали вот этот ответ на rbg другие гены вот проточная цитометрия собственно говоря не работает многовариантным анализа вы включая какие-то другие маркеры ответа это интересный вопрос но у меня просто есть какие-то идеи просто идеи какие-то не более того мои точки зрения подобные маркеры конечно наверняка имеются и конечно когорта бы лучше выглядела если бы отдельно может подраздели мы их подраздели также смотрели бы на молекулярные маркеры мы бы их включили а что касается вот этой когорте да она очень ограничена только 51 пациент но тем не менее мы смогли добиться статистически значимых результатов и безусловно но эти данные это конечно для перспективу для перспективного исследования наверное лучше было бы собрать их а вместе создать такой пол этих данных с тем чтобы уже потом определяться вот исчезнут ли тогда эти различия в прогнозе то что используя разные методы у нас разные прогнозные так сказать показатели может быть будет больше единообразие если мы расширим эту когорту и добавим еще маркеров до перспективное исследование это было бы замечательно конечно еще вопрос а но когда мы патологические клетки вовлеченные когда мы их выделяем и допустим и мы смотрим что выделять но вот какой уровень мрд будете ли вы смотреть на мрт когда вы думаете где вот тут если это высокий риск или нет если вы определяете собираясь выделять отделять эти клетку то есть когда мы перед аутологической трансплантации когда мы выделяем костный мост то есть затронуты эти клетки но когда мы смотрим на морда положительность для до трансплантации стволовых клеток так это было бы как раз хорошо в этой ситуации но собственно говоря мы практически этого но практически нулевой процент выживаемости но удивительно когда вот мы вчера обсуждали презентации с барбарой что все-таки есть некоторые пациенты у которых была положительность костного мозга до трансплантации стволовых клеток и они выжили уровень выживаемости у таких пациентов не нулевой а он может быть 20 процентов 0 и хотя бы 15 процентов но среди этих пациентов есть такие долгожительные так сказать выживая выживальщики и я не знаю как это объяснить ведь действительно есть вот такие отдаленные результаты по их выживаемости после трансплантации стволовых клеток но да наверно до изолировать эти клетки у нас сейчас есть эти методы эти технологии мы их должны выделить и проанализировать почему есть такие персистирующие клетки они резистентны к химиотерапии мы это знаем но почему от клетки после окончания лечения почему они растут и убивают пациента иногда некоторые много раз персистирует являются индолюбными почему но это конечно же тема глубокого фундаментального исследования должна быть но с практической точки зрения как врач не могу сказать что мы стараемся выделять стволовые клетки когда убираем раковые клетки из костного мозга и мы знаем что не в пациент это не поможет но вот мы думаем а если провести инфузию вот этих клеток которые положительные или отрицательные но не знаю само по себе это выделение но не коррелируется с результатом но если на момент выделения костный мозг все равно положительные то будет очень плохой прогноз потому что значит они не отвечают эти пациенты на это я знаю это со своими пациентами я не буду выделяете эти клетки костного мозга и не буду проводить аутологическую пересадку ствол клеток потому что это будет бесполезно но скорее может быть поможет высокая доза химиотерапии лишь некоторых пациентов она вылечит но и вот какое содержание максимально этих опухолевых клеток в костном мозге 0 5 процентов сколько вообще очень хороший вопрос когда мы работаем международном комитете по выработке новых стандартов и мы смотрели кто хорошо отвечает в группе костного мозга и какой проценту должен быть какая пороговая величина но получается что от нуля до 20 процентов от нуля до 20 процентов если но мы все еще не знаем когда мы выявляем такое количество раковых клеток в костном мозге от нуля до 20 процентов мы все равно не знаем прогрессирует или нет меньше пяти процентов можно принять как пограничить граничную это величину но но это очень сложно определиться а вот с этой пороговой величиной на самом деле но вот можно легко установить такую порогу величину точку сечения на нуля потому что отрицательные пациенты гораздо лучше и очень сложно определить какую эту пороговую величину и точку сечения для среди положительных пациентов ну может быть ниже 1 процента нормально было бы ну или 1 процент хорошо да ну пациент смт ну собственно говоря может быть они не будут отвечать на это лечение спасибо за вопросы большое спасибо что пришли на нашу сессию спасибо всем докладчикам всем спасибо всем до свидания спасибо за просмотр